Здравствуйте, дорогие телезрители! Эфир канала РГВК Дагестан продолжает программу «Вдохновение». Мы сегодня находимся в гостях в Национальной библиотеке, где проходит книжный фестиваль «Ярмарка Трикитао-2018» и у проекта «Вдохновение» сегодня в гостях Вероника Фатеева, фотохудожник и поэт-музыкант Георгий Арустамьян. Здравствуйте, дорогие гости! Очень приятно присутствовать на этой фотовыставке. Это, кстати, работа нашей Вероники. Вы впервые в Дагестане, я так полагаю. Ну, во-первых, спасибо за приглашение на эту выставку, спасибо, что вы нашли время поговорить с нами. И действительно, мы с Георгием первый раз в Дагестане и прилетели только вечером, поэтому все в предвкушении встречи с городом и со страной еще впереди. Я очень надеюсь, что за эти три дня мы посмотрим как можно больше, потому что, находясь в Москве, уже посмотрела, какие красоты кругом. И я очень люблю все интересное новое, и я прям предвкушаю встречу. Вот, так что все впереди еще. Ну, на вашу работу я любуюсь, и, Вероника, почему-то думаешь, что это, ну, художественные работы, это, в смысле, я даже думала, что это нарисованная работа, написанная работа. Я подошла поближе, посмотрела, чтобы убедиться, что это действительно фотография. Ну, что вдохновляет этот традиционный вопрос? Вот делать такие красивые, остановить мгновения, да? Это постановочные, да, фотографии? Да, конечно, это, если так и брать жанр, да, это, как можно назвать, предметная съемка. Ну, вы знаете, что вдохновляет? Название выставки «Мой внутри и снаружи бесконечного мира» и, знаете, может быть, такое пристальное внимание, остановка, да, мгновение, пристальное внимание на обычных предметах, оно, знаете, как бы рождает новые смыслы и новую какую-то глубину. Поэтому, да, в каком-то в обыденных вещах увидеть что-то необычное или увидеть то, что не видно при первом беглом взгляде. И, знаете, это какой-то сродни такой медитации, медитации, да, и остановки на чем-то. Потому что сейчас всем известно, это такое сбитое место, что ритм современной жизни, он такой быстрый и текучий. И часто мы поверхностно, судим о людях, судим о явлениях, о прочитанных книгах, да, о вещах. И здесь, знаете, такая попытка все-таки остановиться и посмотреть более пристально, да, потому что все вокруг нам о чем-то говорит. И что-то... И поэтому мне очень приятно, что вы оцениваете это как художественные работы, значит, мне удалось это передать. У меня, знаете, даже не было задачи показывать это на широкую аудиторию. То есть это какие-то работы я делала, в общем-то, для себя в какой-то степени. И поэтому мне очень приятно... Ну, если человек сможет себя удивить приятно, то наверняка другие тоже удивятся, потому что... Ну, это же как-то... Мы все-таки соотносим себя с вечностью, мне кажется, и как из вечности смотрим на мир. Ну, конечно, вот, знаете, как бы хочется запечатлеть мгновение и передать состояние. Вот, скажем, вот так вот это было. И когда я отбираю, да, снимки, знаете, это какое-то невыразимое, если рождается что-то невыразимое, да, глядя на эти снимки. Несказанное, синее, нежное, да. Несказанное, да, да, да. То, что нельзя высказать словами, потому что, к сожалению, язык... Язык, он и богатый русский, да, на котором мой родной язык, но в то же время, знаете, есть явление, которое не передашь. Не потому что язык беден, а потому что чувств настолько много вокруг, и, может быть, не придумано определение. Ну, тем более, что женщина может чувствовать как-то, ну, я не знаю, более... Ну, более эмоциональная женщина, вроде как, считается. Более чувствительная. Но мне, знаете, как бы я, наоборот, хотела уйти от излишней эмоциональности, потому что... Девятья герой. Да, знаете, как бы такое... Мы сейчас забыли про нашего другого совеседника, но мы вернемся. Да, 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 про Георгий подсказывает, потому что он был свидетелем рождения этих фотографий непосредственных, поэтому он знает все мои поводы переживаний. Знаете, как, все-таки скажу, да, такое приняли, как девичью грезу. Вот девичью грез мне совершенно не хотелось. То есть, как бы, передать, знаете, не сколько эмоций, сколько чувства. Да, разница между эмоцией и чувствами в том, что, я считаю, эмоции только более поверхностные, а чувства все-таки более глубокие. Вот, поэтому такой женский, знаете, ах, какая прелесть, какие чудные работы, какие цветочки, вот это мне совершенно не хотелось. И я при отборе учитывала, чтобы они более были концентрированные, более серьезные, не хочется говорить, более значимые, что ли, более глубокие работы. Ну, мне кажется, что получилось, потому что, ну... Ну, от женского, конечно, все равно не уйти, понятно. Чтобы была нежность, но без сисюкания. Ну, да, такая. Ну, вы супруги, как я уже вот успела узнать. И, наверное, это такое творческое сочетание, вот, когда муж музыкант и поэт, а жена фотографирует. Это, наверное, это дорогого стоит. Я представляю, что у вас дома происходит. Нет, ну, в данной ситуации это, вы правильно сказали, что именно сработал тандем, потому что вот мы все-таки находимся на территории выставки Вероники, поэтому в данной ситуации, да, вот раз мы говорим об этом, я не поэт, не музыкант, я был осветитель, держатель, там, чего-то там, подвигатель и так далее. За рамками этих фотографий, на самом деле, немножко где-то есть я. Верника стояла с этой стороны, а где-то там я держу бумажечку, это я. Здесь наверняка есть музыка. Ну, сейчас не секрет, что мы пользуемся соцсетями, фейсбук, контакт и так далее. А я, когда я свои вещи какие-то выкладываю новые, или песни, или стихи, не каждый раз, но я использую фотографии Вероники в виде оформления, потому что и там очень приятно писать свое сотворение, фотографии Вероники Фатеева. Там вот такие вот штуки. На ее странице видят фотографии ее и мои стихи, наоборот, то есть мы так друг другу помогаем, все говорят, о, смотришь, что как. Ну, это такая вот радость, творчество, я не знаю, счастье. Да, у нас у Георгия задумана книга его стихов, и на обложке будет моя фотография, портрет Георгия, соответственно, да, и другие. И Георгий задумал, что книга будет иллюстрирована работами, фотоработами и художественными работами его друзей. Соответственно, там будут мои работы, потом работы художников известных. Ну, в общем, очень такой интересный проект, поэтому вот этот вот визуальный ряд, да, и текст, это, конечно, очень взаимосвязанно. Он как, знаете, такой продолжатель традиции русского рока, то есть очень большое значение придаётся слову и тексту. Поэтому музыка здесь, я бы сказала, всё-таки она, конечно, играет роль, но всё-таки текст в первую очередь. Ну, если он поэт, то естественно, что музыка – это как сопровождение. Поэтому, да, у нас, конечно, тут такое, и он критикует или там, в основном, поддерживает мои работы. Я, конечно, иногда критикую что-то его, ну, не то, что критикую, да, но мне там он читает или я прочитываю, конечно, мы обязательно друг другом делимся. Уж приходится. Ну, а бывает такое непонимание, что ли, недопонимание творческое? Или всегда вот мирным путём решаются такие вопросы? Потому что это разнообразно. Разно мирно, конечно. Нет, антагонизмов таких мощных нет, конечно. Нет, нет, нет. Что-то нравится больше, что-то меньше, но чтобы такого прям кардинального, нет. Чтобы катаспортить. Не припомню за все эти годы такого. Чтобы до не подходяло. Что-то больше нравится, что-то меньше, но такого, что-то… Вероника там пару-тройку песен, да, которые я люблю петь, и она говорит, что-то вообще что-то какая-то… Не надо этого петь, ну, не более того, и всё. А у меня песен, слава богу, много, поэтому я говорю, ну, ладно. Эти три не буду петь, эти 30 буду петь, поэтому нормально. Кстати, много песен у вас, да? Много песен, много. За столько лет, конечно, много. Я пишу уже… Сколько получается? Ну, лет 20, получается, да. А так как я сын Георгия Айковича Рустамяна, который, к сожалению, умер 15 назад, а мой папа был в ШМС языкопедитов в СССР, и всё моё детство прошло под роялем. Папа играл на рояле, а я под роялем играл солдатиков. Поэтому у меня других вариантов просто не было. У меня моя старшая сестра… И в собрались, да. Да, и моя старшая сестра тоже всё время занималась музыкой, у неё высшее музыкальное образование. А я, будучи мальчиком и самым младшим, я был кунтарём непослушным, я не знаю, ноты до сих пор, несмотря на то, что у меня папа через СССР, я на всём научился играть сам, и на гитаре, на фортепиано я научился играть сам, и на всём никто не занимался, потому что я не хотел, чтобы со мной занимались. Всё очень просто. Почему не хотели? Ну, потому что… Ну, для меня же это папа и сестра. А, ну, не авторитетные. Это же совсем разные вещи, поэтому это классика, что, слава богу, не было такого авторитарного отцов-сталка. Да, воспитания. Поэтому нет и нет. Я проучился, честно, один год по классу гитаре в музыкальной школе, мне, по-моему, лет 12. Я отучился год, пришёл домой, поставил гитару за трюмок, сейчас помню, сказал, больше никогда ко мне с одним вопросом не подходить. Вот просто всё, и ушёл. Ну, и потом через пять лет я сам взял игрок и гитару, сам сел за фортепиано, и с тех пор меня от этого не было. А что вернуло через пять лет? Что произошло такое? Ну, классика, что, ну, какие-то влюблённости, боже, музыка, рок-н-ролл, всё нормально, ничего интересного. Сама жизнь, да? Ничего интересного оригинального. И всё. И потом институт, первая группа, друзья, музыка и всё. Ну, тут мы просто вынуждены дать ваше выступление. КОНЕЦ Песня о любви 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 слушать, потому что это совершенно, знаете, такой уровень разговора, такой забытый немного в современном мире, но который очень необходимый. И дело в том, что я хочу сказать, что Георгий вот упомянул, что его папа член Союза композиторов СССР, а мой папа член Союза писателей СССР, сибирский писатель Олег Пащенко, который сейчас является редактором Красноярской газеты. И я выросла в среде литературной, и наша семья была знакома с Виктором Петровичем Астафьевым, с Валентином Распутиным, с этой плеядой писателей, которые из этого поколения рос у Гамзатов. И поэтому, знаете, мне очень было приятно, что я как будто, знаете, что-то такое с детства, что-то такое очень родное. И для меня это удивительно, что здесь, в Дагестане, я, знаете, почувствовала, что-то такое родное. Вот для меня уже это, это уже очень удивительно. Очень приятно это слушать, потому что и слышать, ну, хочется действительно, можно в одной какой-то, в одном пространстве культурном как-то вот родились, росли. Да, да. В общем, от этого никуда не деться, как бы там нас не преподносили. Да, и от этого чувствуется. А ты еще не упомянула, что твоя мама работала в библиотеке. Да, понимаете, то есть это настолько здесь очень много сходится течений, да, каких-то и совпадений, и разных процессов, что как-то, знаете, очень... Это как возвращение к себе, да? Очень по-родному, как-то очень тепло. Ну, вот и про то, что неисповедимы пути Господни, я уже тогда, тогда уже совсем уже сдам все карты. Я-то родился в Нальчике. Я родился в Нальчике, я вырос в Пятигорске. И в 99-м году я уехал, и вот с 2003 года я живу в Москве, а Вероника родилась под Красноярском в Козульке. Мы с ней в Москве познакомились. И мы сейчас сидим вот здесь, вот в Махачкале, вместе, говорим про все эти вещи, про Олега Пащенко, про Георгия Яковлевича Растамяна. Но это же... Я недавно говорил со своим коллегой, вот так мы с Вероникой говорили недавно, про эту фразу, ой, это как в кино прямо. В кино это невозможно. Такое придумывать. Потому что, когда мы говорим про судьбы конкретных людей, сценарий, ну, сценарий не написан такие. Если ты чуть-чуть глубже копаешь, не то чтобы в одного человека, а еще и в пару людей, тогда, а если еще и в семью... Фантазия в жизни больше, чем в человеческом, конечно. Да, это просто... Не хватит слов, не хватит, да. Да, нет, 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 нет таких, как Вероника уже говорила, нет таких понятий для этих эмоций. Нет, вот это нечто такое исчезающее, даже если исчезающее, неуловимое, оно даже не появляется, оно не материализуется. И поэтому вот то, что она мне сказала, в каком среде она выросла, в каком среде я выросла. То, что вот когда профессор, вот дедушка, ну, чудесно прям говорил, я вернусь и шепнул, я говорю, старая школа. То есть это совсем другая порода людей. И это настолько... Это порода советских людей, советская интеллигенция. Конечно, это такой пласт, который не то чтобы недооценен. Я даже не могу это тогда сказать. Потому что вот эта вот молодежь, которая сейчас открывает каким-то шоком советское кино. Говорит, о, какие фильмы снимались в Советский Союз. Какие вещи там говорили. Ох, ничего себе. То есть такое чувство, что какие-то тоже, вот мы говорили про штампы. А все, что было снято в советское время, в 60-х, 70-х годах, спето придумано. Это же абсолютно неподъемные вещи сейчас. Они... Я как музыкант, как поэт. Штабы такие были. Ну, я вот муслима Магавайма очень люблю. Ну, это же когда человек... Так нельзя говорить, ну, когда муслим открывает рот, ну, все, ты превращаешься просто в кролика. Ну, как? Ну, это же... Человек же инопланетянин просто. Ну, как так? Ну, это фантастика. Он реально фантастичный такой. Вот есть его фотографии с Расулом Гамзатовым в родовом селении Расула Гамзатова в садах. Такой плотный, приземленный Расул Гамзатов. А ему... И такой одухотворенный муслим. Вот такое ощущение, что вот он, ну, не отсюда, откуда. Ну, количество людей в то время, вот это благословенное, так сказать, урожайное время советского времени, оно же было колоссальное. То есть, если так говорить про иконостас, он огромен. Сейчас мы, ну, будем просто вытягивать, выжимать просто из граната, из винограда хоть что-то, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к хоть кого-то из современных дел, хотя бы приблизить. А тогда, ну, так говорят, ну, куда ни ткни. Ну, даже невозможное количество. Да, я просто, да, раз мы уже затронули такую тему. Ну, возрождение, да, вот. Да, какая-то, да. Еще просто это поддерживалось. Получается, что как бы... На государственном уровне. Да, хотя говорят, что была цензура и прочее, но это поддерживалось. Без поддержки государства это было бы невозможно все равно. Кинематограф же вопреки, либо благодаря, но все равно государство в этом участвовало. А сейчас, получается, вроде бы... Правильные были приоритеты, собственно говоря. Конечно, да, это было важно, да, это поддерживалось, это было важно. Культурные связи, культурный обмен и само, да, самострем... Да, даже сама, ну, дружба народа. Дружба, самостремление, да, вот к этому. Сейчас, вроде бы, информация кругом, многому пронизана вся информация, но она раздробленная, все атомизируется. Я думаю, что есть, безусловно, и люди, и в разной среде, просто мы, они не так яркие сейчас, не так масштабные, либо, ну, другие, другие смыслы важны. Сказать, их смягчали тоже как-то? Ну, это во всем, это и в политике, да, мы видим, и... Может быть, какой-то обратный процесс потом разведет? Да, это, видимо, это закономерный процесс. Конечно, потом он куда-то приведет, может быть, опять потом будет эпоха героев, да, и каких-то вот... Титанов, да. Титанов, да, безусловно. Ну, сейчас мы живем в этой эпохе, и вот иногда нам удается вот даже приехать в Дагестан. Это чудо, опять же. Да, и это, я бы хотел добавить, что это не касается абсолютно территории вот Российской Федерации, постсоветского пространства, нет. Надо сказать, что вот тогда вот все было хорошо, а сейчас у нас все плохо. Это во всем мире. Мировой процесс. Мы возьмем кинематограф и музыку в той же Америке, в Европе, это же все то же самое. Ну, если мы возьмем... Направление меняется, даже вот... Ну, не то, чтобы направление, я имею в виду масштабы художников, масштабы политиков, масштабы мыслей. То есть, ну, я сюда привожу пример полет в космос. Юрий Алексеевич Гагарин, вообще вот та эпоха 60-х годов. Ну, ракету в космос, ракету в космос запускали люди, которые на лошадях ездили, условно. Ну, да. Примитивная была жизнь, да? Да. А они на Марс полетели. А сейчас, по большому счету, мы уже лет 30, как можем просто отправлять детей на каникулы на Луну, ну, при нашей все. Да, образно говоря. А мы занимаемся какой-то, я знаю, какой-то мишурой. Я имею в виду в масштабах, в пропорциях. То есть, люди, которые ездили на лошадях и мотыгой возделывали землю, запустили ракету в космос, а мы что можем предъявить? У нас 21 век. Очень жаль, что так происходит, но, может быть, в этом есть какой-то вот резон судить, да? Может, придут следующие поколения и по-другому совершенно это будут доцелить? Может быть, завтра утром что-то случится? Мы же с вами уже договорились, что мы не знаем. Мы не ожидаем, да? Все может как бы быть совсем неожиданно. Конечно. Ну, что еще спросить у вас? Ну, о Дагестане спрашивать пока не могу ничего, вы все ожидаете. Ну, единственное, я могу пожелать вам творческого вдохновения, удачи и, в общем, чтобы вы не переставали приятно удивляться жизнью. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за беседу. И вам того же. Всех благ вам. Спасибо еще раз. Ну что ж, дорогие телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Я благодарю вас всех за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»